Продолжение следует... ...наш новый чемпион Владислав Янковский. Но мы не скучаем и переходим дальше к основному блюду данного вечера, которое сегодня будет интригой, которое порадует всех фанатов и болельщиков. Это бой весит до 70 килограммов за титул между Михаилом Одинцовым и его финским оппонентом Джерри Квандстримом. Очень серьезный бой, очень серьезные ребята, профессионалы с большой буквы. И действительно, для Михаила Одинцова это будет вызов. Это будет вызов с той точки зрения, что это будет его защита от титула, который недавно получил. Непосредственно, потому что, скажу больше, соперник не просто боец в Финляндии, а он находится на 50 позиций ниже, то есть выше Михаила в мировом файтматриксе. Это значит, что он более опытный, более стуловный, и он более признан мировой файтматриксе в ума. Поэтому он славится очень сильной борцовской базой. Хотя Михаил сам борец, база больной борьбы. Но соперник очень мощный в борьбе. Насколько он мощный, я его немножко слышал, что даже с тяжеловесом борется. Да, согласен. А там честь еще пару слов сказать о Михаиле Одинцове и тебе, Леш, потому что, ну, это действительно тоже человек, который добился успеха в мире смешанных единоборств, как и ты. Михаил пришел из базы воевольной борьбы, но в стойке он работает к хорошему профессиональному ударнику. Настолько набрал, впитал в себя этой ударной работой, это все совершенствует. И нужно отметить его функциональное качество, очень хорошо функционально. То есть, по-моему, каждому бою. Вот хотел сейчас подметить песню, которая была на выход Михаила. Это «Белая земля», «Беларусь моя». Вот как ты прокомментируешь? Классная, классная песня. Она мотивирует на победу. Выходишь дома у себя, на родной земле, под такую песню. Ты бьешься за флаг, в конце концов. Конечно, это твой флаг, это твоя земля, ты должен быть и убедись. Да, может быть, опять-таки, повторюсь, это является одной из причин последних поражений Андрея Орловского. Стоит парня поменять американско-звездно-полосатый на белорусско-червоно-зеленый. Ну, а мы с вами увидим и соперника Михаила Одинцова, Джерри Кванстрена. Это действительно опытный финский боец. И напомню, что этот финн не просто так считается, ну, скажем так, серьезным соперником и претендентом для того, чтобы отобрать титул у Михаила. Почему? Потому что финн мало того, что одержал в основном досрочные победы, но и проигрывал он только решениями судей. То есть, в принципе, бой досрочно с этим соперником завершить не получится. Интересно то, что у Фина как раз-таки кличка или никнейм, да, это вот ADHD, латинская аббревиатура, которая означает синдром дефицита внимания и гиперактивности. Что-то ли это значит? То, что он будет сида конца. Это значит то, что он вышел, он вышел уже тоже побеждать. Вот была же из конференции, и Джерри пообещал в третьем раунде задушить. Думаю, что он будет к этому идти. Думаю, что он поставил себе цель. Какая цель Михаила? Я не знаю, но Джерри не озвучил свою цель вчера. Михаил Одинцов! Да, Михаил Одинцов к современному выигрыше Артема Домковского, которого мы только что тоже наблюдали на данном соревновании. Совершил действительно знаковое событие в мире белорусского ММА. Мы смешиваемся в единобор, и титул WWFC является действительно ценным трофеем, который сейчас нужно удержать. Напомню, что WWFC, она же World Warriors Fighting Championship, это один из топ-20 промоушенов в мире. Конечно, по-прежнему топовые промоушены номер один – это UFC, номер два – это Bellator, номер три – это One. Но является чемпионом в таком крупном промоушене, как WWFC – это честь. Ну, во всем мире более ста промоушенов, да, скажем так, общих, разных, маленьких, больших. А в двадцатке промоушенов в IT, WWFC – это… И я намекну, намекну на теплые отношения WWFC с UFC. Да, с UFC, когда можно, там можно стать чемпионом WWFC, и тебя заметят, и подпишите UFC. Вот, ты как раз, как раз поддерживаешь и продолжаясь мою мысль, намекаю я на то, что защита этого титула может проложить нашему белорусскому парню. Дорогу в UFC. Возможно, увидим его с вами дальше на Беларусь 5. Это, несомненно, начинается бой. Смотрим, что же будет происходить в октагоне. Не так прост этот финн. Собран Михаил, видно, заряжен прямо каждую, каждая ниточка мышца его чуть-чуть. Каждая клеточка. Да, да, да. Финн, когда более расслаблен, бросает такой более… Но финны опытные, сколько лет уже? 38 лет. Чем славятся европейцы? Он может быть такой корявый, не сграбный быть, да, такой. Но ему что-то предпоставить, это очень тяжело с ним работать. Вот он закрылся. Таксически, смотришь, вот такое ощущение, сказать, что он смотришь, чтобы сделать Михаил. Вытягивает Михаила. Вытягивает, согласен. Ну, я вот все жду, если честно, партера от Фина. Да, интересно посмотреть, насколько он в партере. Так ли он хорош, как про него говорят, рассказывали про его партер, славили его. Вот смотри. Попытка в паттер, берет ногу. Но у Михаила хорошая база вольной борьбы. Вот, отлично. Тоже парень не выкомшит, да. Да, 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 отжал голову правильно. Но Михаил не научит Михаила бороться. У него очень большой опыт в работе вольной борьбы. И как раз-таки он сейчас в доминирующем положении. А если он заберет еще и руку Фина, будет вообще хорошо. Все делает грамотно, отжимает голову. Второй рука контролирует таз. Все, вышел опять, ручки собраны. И на 5-5 назад пытается. Хороший хай-кик. Хороший, плотненький хай-кик. Плотненький, да, да, да. Я бы на месте Фина держал ручки повыше. А держит он их низковато. Согласен. Если сейчас-то заметит Миша, может хорошо он отправить его в нокаут. Михаил хорошо режет углы. Вот сместился влево, вправо ушел. И дает тоже прицелить за Фина. Постоянно вот, постоянно танцует. Говорит Фин, что скользко здесь. Чтобы немного убрали. Октагон. Вот давай немножко проанализируем то, что сейчас произошло. Мокрый угол, да, мокрый угол. Фин где-то начал показал, что мокровато, чтобы вытерли ринг. Ну, может, это его тактическая уловка. Немножко отдохнуть, немножечко передохнуть. Может, где-то он поджался, подсел. И пытается где-то так вот немножко снизить Михаила Асимовна. Сбить этот темп. С темпа, да, с рабочего момента. Ну, а вот тот самый знаменитый партер и опасность Фина в партере. Где она, где? Ну, давайте дождемся, что еще только бой начинается. Смотрит, да? Будем надеяться, что Миша не даст ему этого сделать. Закончили до того, как Фин стащит в партер. У него была попытка стащит партер Михаила. Да, но он, Михаил, не прост в партере, поэтому не так просто его стащить туда. И как раз-таки последнее противостояние в партере закончилось в пользу Михаила, да? Да, да. Лучше он показал себя. Лучше он вытеливает, выжидает Михаил. Вот навыки танцора видны, да, у Миши? Да, он раз-раз снесился, ножки выменял, где-то разножечко, и работа сразу. Колено, рука, рука, колено. Красиво, красиво действует Миша. Напомню, что против дефицита внимания и гиперактивности Фина выступают танцы нашего Михаила Одинцова. Вот почему он получил эту кличку «Танцор». Просто... Может любить танцевать. На вспомнил его выходы. Да, постоянно танцуют, танцующие выходы. Хорошая, неплохая атака, в принципе, со стороны Миши, но хотелось бы немножко более акцентированности. Ну, сейчас Михаил раньше потанцевал, больше играл, сейчас немножко меняет стиль работы, потому что, если ты хочешь выйти на уровень, нужно уже драться, пока, видите, и одной игре будет мало. Вот проходы от Фина, как раз-таки, в партер, да, то есть... Неплохой проход, но он, что я говорю, сконтролирует, контролирует проход, видел, отбросил ноги вовремя. Ну, в общем, все равно, Фин такой, видно, что Борис такой, немножко и поджат где-то в стойке, да, корявый в стойке, это видно, он такой... Ну, опять же, смотрим, корявый-корявый, пропускает двойку. Только Михаил не пытается, но пока тяжело ему его пробить, Фина. Где даже стойка у Фина, смотри, какая-то нетипичная, я бы сказал, как там стоит такой, да, бревнышко стал такой, бревнышко пожал, пытается... Стал, зажался и ждет проход, да. Ждет, да, ждет здесь Михаила, чтобы войти, но, опять же, ошибка того, что он отворачивается, немножко остается боком. И выставляет он голову, как-то очень опасно, при том, что руки он подпускает, да, низко, и если он так будет делать, то немножко это увидит. Ну, это правая рука Фина опущена, Михаил пытался еще один хай-кик забросить, прикормить его по левой ноге, или он луки-киком, и, после, потом, несколько раз хорошо привязи, раз привезти к голове. Вот держит удары Фин пока что, вот эти вот наскоки, наскоки от Михаила, насколько они останутся травматичными. Опять же, вот это может быть такой токсический ход, тут Михаил пытается, работает, взрывается, опять же, немножко где-то подседает, а Фин ничего не делает, просто защищается, экономия энергии, экономия силы. Да, экономит. Может быть, на первый раунд здесь стоит, а дышится, а потом еще и работает. Поэтому здесь нужно быть начеку и до конца Михаилу быть аккуратным. И раз рассчитывать свои силы на целый бой, ведь Фин что у нас обещал, вспомнить, это задушить его в третьем раунде, да? Опять же, может, Фин, все-таки у него такая задача, два раунда он будет делать ничто, скажи, как говорится, ничего не делая. Защиту, конечно. Защиту, а в третьем раунде он счет покажет совершенно способен. Ну вот смотри, что у нас происходило, вот эти вот наскоки Михаила, да, с двойками, с тройками, вот лоу-кики. Да, бьет, но как бы на Фина, ну, такое ощущение, что для него ничто. Вот Михаил заряжается, бьет, да, тратит силы, пытается, ну, защищался, ну, какой-то такой. Ну, стойкий, Фин, стойкий. Да, стойкий, такой, как литой, из чугуна были там, прям вот он принял, принял, постоял, ну, ничего страшного, побили, побили меня, отзакрывался. Ну, колено, вот, ну, как бы, настолько вот он терпкий финский парень. Терпкий, терпкий. Ну, финислайте, а у меня были два соперника финна в моей карьере, поэтому такие вот вынослия, прям дубовые, прям дубовые, кремни, да, кремни. Ну, да, это уже не те французы, другой стиль, да, совершенно. Это, они, может, более, это северяне. Ну, и терпят удары, и рассчитывает он на борьбу. Не будем забывать о том, что у Фина очень хорошие навыки борца, хорошие навыки грэпплера. Я думаю, что делай ставку у них как раз-таки на них. Неплохой колен сейчас вошел. Да, Михаил подсел, не вижу, подсел, да, потому что партер не хочет, партера прижимает он, Фина, Фина отвечает. Хорош, Фин, вот про что я говорю, да, заманил, 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 пытался. И выпад. Да, и выпад такой, раз, закрутил, зайти за спину. Как ураган. Все-таки, я думаю, что Фин, Фин, член пресс-конференции, все-таки придерживаться и тактики, пытаться зайти за спину, ведь в этом он хорош. Да, 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 да. Вдушающих, в болевых приемах. Да и возле сетки он работает. Опять же прижал Михаила, вяжет сейчас, вяжет, вяжет Михаила. Вяжет бой, Миша уже подвыдохся, да, а сейчас Фин будет в своем уровне. Ну, я не скажу, Михаил, подвыдохся, но поработал немножко. Поработал, да. Поработал, да, поработал. Вот про что я недавно говорил, пару лет назад, что Фин даст его поработать, выработаться, намахаться, посмотрит, а потом на счету ты сам прижимать, сам у сетки работать. Это и есть тактика профессионального боя. Да, он не это когда, допустим, тактика, вот он так работает. Сейчас он, да, прилип к Михаилу, Михаилу тяжело от него оторваться. А ты смотрел вот бой, когда за титул, когда Миша выиграл против Грузина, Паат и Чапелия? Да, да, я посмотрю, я посмотрю. Грузин вчистую проиграл, да? Да, там был чистый, да, там Миша был вообще очень хороший, великолепный. Ну, явное доминирование. Да, доминировал, настолько собранно. Я посмотрю, видел всю подвыкку его в зале, эти полтора-два месяца, приготовился. Он просто не жилет себя, утром в кроссфит, вечером работал в парах, на лапах, две тренировки в день. Ну, достойно, ну, шел в поясе, вот и как работал, так и получил за Игорьева пояс. Афина вот, вот, ну, ничего. Ты в голову, и по ноге, и, ну, если он так будет продолжать. Опа! Хорошая защита у Миша от тейкдауна, да, от походов. Да, базовый борец, поэтому молодец, чувствует борьбу очень неколепно. Но Финт хорош всем, что как бы вот лезет, лезет, лезет. И пропускает спину сейчас Финт. Ой-ой-ой, сейчас его как раз-таки положение не позавидуешь. Убра пропустил он спину, работает очень плотно Михаил Одинцов. Это может закончиться поражением Финт. И вот он уже сработает, сработает здесь лезет, лезет, просто остановлюсь, иди обои. И он тебя слышит, посмотри, не останавливается. Да, он действительно терпеться, да, просто... Все, включил молотобойню, Миша, поздравляем его. О, это первая защита титула. Это знак, раздавайте. Да, как бы не было активности. Но опять же, мне кажется, еще секунд 10 должен был, да, доработать Михаилу. Конкретно, когда доминирование. Ну, это мое мнение, что чуть-чуть, я бы сейчас на месте рефери, это я лично, если бы вы, я бы считал бы Михаилу немножко четче. Это была работа по защите, опять же, примерный бой с Малыхиным. По защите все контролируешь, но да, моя ошибка, я не проявил активности, мало проявлял, поэтому судья принял решение строить бой. Хотя мы видим Финт, как бы особый урон на Финту Михаилу не нес, но молодец, он добился победы. Да, Михаил Одинцов, молодец, первая защита титула, действительно, можно сказать, уже знаковая персона в белорусском мире, смешанных единоборств, и защитил серьезный титул. Ну что, промоутеры UFC, обратите вы внимание на Прайм Холл и Минск, или нет? Видим, что финский боец недоволен тем, что судья остановил, да, рефери остановил рано бой, мы недоволен этим. Ну, мы считаем, что несправедливо, но и мы можем считать, что в твоих боях у некоторых тоже, и помните, что ничью, да, несправедливо, когда и капу там не так положили, и все, бывает, это нюансы, бои, конечно, это бои. Итак, Михаил Одинцов одетывает победу над Джейли Кланстрюмом из Финляндии, и защищает свой титул чемпиона промоушена World Warriors Fighting Championship. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок